Симферопольская общественность сегодня собралась в стенах городского совета, чтобы обсудить сразу два вопроса. Бюджет муниципального образования на следующий год и изменения в уставе города. Как и положено по федеральному закону, теперь без учета мнения горожан, основополагающие решения ни администрации, ни советам приниматься не будут. Подробнее о том, что обсуждали представители власти и симферопольцы, расскажет Юлия Козырь. Самый главный тезис доклада начальника департамента финансов администрации города Виктории Надолинской бюджет 2016 года будет самодостаточным. То есть власть попытается обойтись без дотации из республиканской и федеральной казны. Помогут это сделать увеличившиеся налоговые поступления. Планируется, что общая доходная часть составит более 6 миллиардов. Отмечается положительная динамика поступления налоговых и неналоговых платежей. Поэтому основными источниками роста в 2016 году должны стать увеличение заработной платы работников муниципальных и бюджетных учреждений и предприятий. Эффективное использование земель и имущества, принадлежащего муниципальному образованию. Также совершенствование механизма администрирования доходов и неналоговых платежей. Обеспечение поддержки малого и среднего предпринимательства и привлечение инвестиций в бюджет города Симферополя. Тратить будут, как и положено, на заработные платы врачам и учителям, текущие ремонты муниципальных зданий, дорог, благоустройства парков и скверов. Особой статьей расходов станет система образования. Выделят почти 450 миллионов. Следующий год привнесет в жизнь горожан серьезные новшества. Все 100% платы за посещение дошкольного учреждения теперь ложатся на плечи родителей. У общественности возник закономерный вопрос к власти. В город администрацию уверяют, деньги на компенсацию в бюджет заложены. Правда, пока порядок возмещения и суммы не утверждены. Что касается категорий граждан, которые будут производить оплату, как это будет производиться, это тоже будет документ с обмина. Я могу сказать, что мы наверняка знаем, что процент компенсации будет зависеть от того, один это ребенок ходит в семье, или это два, или это три. То есть для многодетных семей мы эту информацию уже знаем, от этого будет зависеть процент. Допустим, если один ребенок в семье, то возмещаться будет до 25, максимально 25%. Если ходят двое детишек, это 50, если трое – 70%. Над этим вопросом сейчас работают соответствующие министерская и муниципальные комиссии. Есть и приятная новость. В следующем году сдадут в эксплуатацию еще один детский садик. Несколько дошкольных учреждений ждет капитальный ремонт. Еще один вопрос, который сегодня вынесли на обсуждение общественности – изменения в уставе муниципального образования «Симферополь». Большинство поправок носит технический характер. Однако есть и принципиальные изменения. Коснулись они полномочий депутатов. В части полномочий депутатов вводятся довольно-таки серьезные ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации. И мы, соответственно, приводим пункты устава, статьи, нормы устава относительно полномочий деятельности депутатов в соответствии с законами. Депутаты Симферопольского городского совета, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, подчеркнули, не вправе. Это ограничение. Заниматься предпринимательской деятельностью. Состоять членами правления коммерческих организаций. Заниматься иной оплачиваемой деятельностью. За исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельностью. Еще одно изменение принято сегодня. Теперь программа развития физической культуры закреплена и в уставе города. Юлия Козырь, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.